здравствуйте ребята меня зовут бачаева надежда викторовна я учитель математики школа номер 10 города якутска сегодня на занятии мы с вами пройдем тему показательные неравенства обратите внимание на первое неравенство 7 степени x плюс 98 умножить на 7 степени минус x больше либо равно 51 вспомним что показательная функция всегда положительна при всех x что еще мы видим в показателе стоит минус вспоминаем формулу а в степени минус n это 1 деленное на а в степени n приступим к решению нашего неравенства 7 степени x переписываем плюс 98 разделить на 7 степени x минус 51 больше либо равно 0 так обращаю ваше внимание будьте аккуратны с этим знаком больше либо равно 0 если вы дальше будете писать строгое неравенство потеряете вот этот знак равно то получите 0 баллов до решения этого неравенства поэтому пожалуйста будьте внимательны все время больше либо равно контролируем что мы видим у нас появился знаменатель но мы помним что показательная функция положительно значит 7 степени x у нас положительное выражение и мы можем все уравнение умножить на 7 степени x больше нуля обращаю ваше внимание что мы можем умножать на заведомо положительное число или выражение тогда знак неравенства не меняется также мы могли бы умножить и на отрицательное выражение но тогда знак неравенства поворачивается с больше на меньше 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 на больше это уравнение можно умножать на знаменатель не равный нулю а в неравенстве очень осторожно это надо делать обращаю еще раз внимание редко когда мы можем умножать и желательно даже может быть этого не делать но в данном неравенстве лучше умножить на 7 степени x это у нас положительное выражение знак не меняется что произойдет 7 в степени x умножаем на 7 степени x показатели складываем будет 7 в степени 2x плюс 2 слагаемые тоже умножаем 7 в степени x сокращается остается 98 не забудьте 3 слагаемые умножить на 7 в степени x знак неравенства не меняется но 0 мы умножаем на любое число будет 0 теперь делаем замену 7 в степени x заменяем буквой т и получаем квадратное неравенство т в квадрате минус 51 т плюс 98 больше либо равно нуля как решать квадратное неравенство будем решать методом интервалов ну или можно решать его графически давайте обращу ваше внимание вот здесь есть тонкий момент когда мы найдем ты не надо сразу возвращаться к замене часто это увидите давайте сначала найдем тем мы будем по теореме вието произведение корней 98 сумма корней 51 кто не может находить по теореме вието ничего страшного ищите любимым способом через дискриминант и так произведение двух корней 98 а сумма плюс 51 если подумать то это 49 и 2 и так первый корень 49 2 корень 2 еще раз проверьте умножаем 49 на 2 98 складываем 51 дальше обязательно чертим числовую ось не подписываем ее ось ты не x еще раз мы не делаем сразу обратную замену многие из вас делают ошибку когда делают сразу обратную замену мы решаем вот это вот неравенство вот это неравенство внимательно будьте относительно ты мы еще его не решили и так неравенство не строгое видите равно поэтому точки у нас зарисованные вот такие дальше вы можете параболу кто понимает графическая парабола ветви вверх у нас да можете три интервала нарисовать и в крайнем правой взять любое число больше 49 берите сразу большой не надо брать 50 возьмите стул можете тысячу куда подставляем вместо т то неравенство где мы решаем но здесь т в квадрате понятно что будет плюс потом знаки чередуются вспоминаем кратных корней нет знаки чередуются и вот теперь в этом месте тоже можно сделать ошибку посмотрите смотрим вот на этот знак больше либо равно нуля это плюс штрихуем плюсы дальше вот сейчас ни в коем случае не надо писать те принадлежит это промежуточное решение и мы записываем в виде неравенств и так левая будет ты меньше либо равно 2 левый промежуток правый промежуток ты больше либо равно 49 это совокупность двух неравенств их можно записать значит при помощи такой прямоугольной скобки но я советую писать рядышком можно между ними поставить союз или можно не ставить вот теперь возвращаемся к обратной замене вот сюда посмотрите мы должны найти x наше неравенство вместо т пишем 7 в степени x меньше либо равно 2 и здесь сразу же пишу 7 степени x больше либо равно 7 квадрате доделаю-ка я второе оно проще основание больше единицы значит функция показательная возрастает и знак не меняется для показателей большему значению функции соответствует большее значение аргумента а что же мы видим здесь слева у нас в основании 7 справа 2 что делать как справа сделать двое здесь вам на помощь придет следующая формула а равняется b в степени логарифм по основанию b от а по-другому называется основное логарифмическое тождество давайте применим и так двойку мы заменим семеркой но в степени логарифм по основанию 7 от 2 точно также функция возрастающая так как 7 больше единицы знак не меняет чтобы это было наглядно видно нанесу на числовую ось меньше и больше как записать ответ от минус бесконечности до логарифма по основанию 7 у двух включая дальше можно поставить значок объединения можно точку запятой и от 2 включая до плюс бесконечности продолжим посмотрим решение второго неравенства что мы видим здесь можно заменить одну третью степени x на т сразу делаем замену и получается у нас вот такое неравенство более приятного вида что делаем дальше справа упрощаем приводим к общему знаменателю ты минус 2 и так ты минус 2 до плюс 1 будет ты минус 1 переносим налево какой здесь может сделать ошибку да не вздумайте это не пропорция чтобы умножать по диагонали как делают некоторые дети переносим налево и приводим к общему знаменателю чтобы применить далее метод интервалов подписываем дополнительный множитель ничего в уме не надо делать чтобы не ошибиться и получается ведь я пишу даже в уме не делаю т-1 умножаем на т-2 минус т-1 умножаем на т-3 меньше либо равно 0 дальше раскрываем скобки в числителе в знаменателе скобки никогда не трогаем переписываем сначала знаменатель внимательно раскрываем скобки т в квадрате минус т и минус 2 ты будет минус 3 ты минус 1 на минус 2 плюс 2 две скобки следующие я раскрою но большую скобку напишу потому что здесь вот знак минус из-за этого чтобы не ошибиться т в квадрате минус 4t плюс 3 меньше либо равно 0 раскрываем вот эту вот скобку вторую мы еще до конца не упростили т в квадрате минус 3t плюс 2 если перед скобкой минус все знаки меняются минус т в квадрате плюс 4t минус 3 все три знака поменяли знаменатель переписываем две скобки меньше либо равно нулю упрощаем числитель уничтожаем взаимно 4t минус 3t будет минус 2 плюс 2 минус 3 минус 1 и получили вот такое несложное неравенство которые будем решать методом интервала и так числитель приравниваем к нулю корень единицы знаменатель не равен нулю я пишу т не равно 3 и т не равно 2 итак наносим на числовую ось т 3 числа в порядке возрастания 1 2 3 посмотрите 2 и 3 выколотые точки 1 стоит в числителе 0 разрешен 0 функции вот пожалуйста числителя застрекованная точка берем больше 3 10 вставляем числитель плюс здесь тоже плюс плюс пределение умножение плюс дальше чередуются знаки и теперь аккуратно смотрим опять вот сюда меньше либо равно нуля минус это промежуточное решение поэтому записываем опять виде неравенства ты меньше либо равно 1 или ты больше 2 но меньше 3 только сейчас делаем обратную замену 1 3 в степени x меньше либо равно единицу я заменю вот так и посмотрите пожалуйста функцию бывает так как 1 3 меньше единицы поэтому знак и вернется для показателей так что делаем здесь сначала ты пишу 1 3 в степени x справа понятно что это 1 3 в минус 1 а что делать слева что делать слева значит двойку заменяем как 1 3 степени логарифм по основанию 1 3 от 2 и опять так как 1 3 у нас меньше единицы функцию бывает для показателей знаки меняются так оставлять нельзя переворачиваем и получается x больше от минус 1 но меньше логарифм по основанию 1 3 от 2 и у нас получается два ответа в ответ пишем открытый промежуток от 1 до логарифма и от 0 включая 0 до плюс бесконечности спасибо за внимание